Тобой недовольны, когда тебя считают неправым, обычно сигналят сзади, если ты остановился. Сегодня возник спор большой. Смотрите, третья школа гимназии, и здесь большой трафик. Кто привозит детей, разворачивается, или там через двор проезжает, уезжает, или с того места высаживают своих детей, с той стороны Октябрьской, здесь проезжают. Здесь огромный трафик. В районе времени, значит, где-то с 7.30, или даже с 7.20 по 7.40. И самое интересное начинается дальше. Хорошее дело, светофор, который с кнопкой для пешеходов. Такие надо везде, по всему городу стоять. Но здесь он стоит в таком уникальном месте, что вы обхохочетесь. Или, как знатоки, подскажите, кто здесь прав, а кто виноват, когда сигналит или стоит. Смотрите, вот здесь мы выезжаем на улицу Смоленской, это город Милюс. Выезжаем. Это что за улица? Это не улица, это получается выезд со двора. Потому что название «Домов в Смоле» по улице Смоленской, по улице Смоленской. И, соответственно, получается, мы выезжаем со двора. Просто двор большой, девятиэтажки. И вот здесь начинается самое интересное. Смотрите, когда зеленый свет, все нормально. То есть, ох, какие здесь кочки. Вот мы выезжаем направо. Выезжаем направо. И поехали. Зеленый свет. Все нормально. А вот вопрос. Когда там загорится красный? Сейчас я даже нажму. Не поленюсь. Такой клевый перекресток. Клевый светофор. С кнопкой. Современной. 21 век. Опа. О, ждите. Смотрите, что произойдет сейчас. Представь такую ситуацию. Она у меня каждое, можно сказать, утро рабочего дня. И вот сотрудников ГАИ города Мелюза я хочу спросить, как правильно все-таки. И вообще всего всей нашей страны огромной. Смотрите, красный свет загорелся. О, помог девушке. Я выезжаю. Вопрос. Смотрите. Вот здесь вот. Я должен остановиться и ждать? Или девушка прошла, я должен поехать? Потому что у меня как бы, ну, я этот светофор плохо вижу. Как многие говорят мне сегодня. Типа он же, я же его не вижу, я же выезжаю. Прям как с Т-образного перекрестка. Я ему говорю, какой же перекресток? Это выезд со двора. Но вот смотрите, когда я выезжаю и здесь вот останавливаюсь, где-то вот здесь останавливаюсь и стою. Как бы я вижу, что здесь красный свет, но уже зеленый загорелся. То сзади мне все сигналят, ты типа, ты что творишь? Я останавливаюсь не потому, что я боюсь штрафа там. Ну и штраф тоже это за прайс на красный свет. Напомню, какие санкции. А если два раза прайс, мне кажется, это вплоть до лишения. А потому что я привык соблюдать правила дорожного движения. Потому что на дорогах очень много ситуаций с ДТП, смертями. Тем более сбивают пешеходов. Здесь пешеход, это я снова красный, сейчас снова нажал. Здесь же пешеход идет. Уверен, что вообще слева никто не поедет. Но он нажал кнопку, это такой пешеходный. Это такой стопроцентный пешеходный переход безопасный должен быть, да? Вот я пошел. О, кстати, что там такое лежит? Давайте посмотрим. Шапка, да, что-то? Оп, шапку только потерял. Ну, у нас уже такая привычка, кто шапку теряет или что-то такое, ложит вот сюда. Оп, подбегом. Как вы считаете? По понятиям, по понятиям, якобы отсюда ты когда выезжаешь, вот мне говорят. Но по-логически, говорит. Я говорю, в смысле логически? Они говорят. Смотри, говорит Артем. Расстояние же маленькое. Я типа выезжаю, я не вижу этот красный свет. Я, говорит, просто выезжаю. О, ой, да, красный свет. Типа я с вами выехал, я его плохо вижу. И поэтому я проезжаю. Потому что знак стоп, кстати, знак стоп. Где надо останавливаться. И где все останавливаются. Он стоит вообще вот. Смотрите, вот этот проезд. Гест вот в отбор. А он стоит вообще здесь, смотрите. Видите? Как бы они мне говорят, смотрите. Знак стоп здесь стоит. Кто здесь остановился, тот на красный не едет. А типа отсюда я выезжаю, я типа не вижу этот светофор. Да блин, вот интересная тема. Ну, на мой взгляд, конечно, нужно останавливаться. А еще лучше. Либо здесь делать регулируемый перекресток. Потому что здесь трафик достаточно большой. Но бывает такой перекресток, тростки сломки. Здесь зеленый загорается. То есть нужно светофор еще поставить. Поставить светофор, красный горит, стой. То есть превратить этот выезд со двора въезд. Перекресток. Либо второй вариант. А вот здесь он сделан напротив входа. Сейчас я не знаю, как это называется. Казачий, кажется. Он постоянно меняет название. Либо его перенести. Так. Ну вот сюда, к примеру. Я так говорю, а если бы он стоял в 10 метрах, ты бы остановился? Конечно бы остановился. То есть, говорю, а в 30 метрах. Конечно бы остановился. Я же, говорит, все бы видел. И знак стоп, говорит, здесь бы стоял. Ну так-то они правы в этом вопросе. Я говорю, знак стоп это не обязательно. Может быть перекресток или пешеходный переход с светофором. И без знака стоп. Это не основной знак. Он помогает просто стоп-линию, чтобы видеть. Вот. Ну, на мой взгляд, если вот сюда перенести пешеходный переход, тогда что получится? Те, кто со двора выезжает, они тоже всегда будут останавливаться. И с той стороны будет останавливаться, потому что там двор тоже далеко. Возможно, вот этот вариант лучше. То есть, вот два варианта я вижу. Третий вообще сейчас демонтировать. И оставить пешеходный переход такой. Но оно того не стоит, потому что трафик большой. И реально этот утром пешеходный переход, он разгружает вот этот выезд. То есть, пока здесь красный горит, все выезжают. А еще бывает. Смотрите, какой лайфхак. Я вам сейчас скажу, как делают некоторые. Значит, они встают сюда. Им надо налево повернуть. А утром все в школу, на работу. Ну, пробка. Смотрите, они встали сюда. Их, к примеру, им надо налево. А трафик едет, не пропускает никого. Вот так вот едет, едет. А пешеходы не идут. Что делать? Так, знаешь, что делают? Пассажир отсюда выскакивает. Бежит. Нажимает кнопку там. Загорается здесь красный свет. Те останавливаются там. Эти останавливаются здесь. Здесь огромный проезд. И этот смышленый водитель вместе с пассажиром аккуратненько уезжает налево. И такое тоже есть. То есть, это тоже, ну как, прикольно, весело. Но я считаю, что кто стоит от того, что никто не идет, это глупо. Поэтому этот все-таки пешеходный переход с кнопкой надо перенести вот подальше. Напротив получается магазина... А, напротив Мельбургер. Вот этот ресторан, где очень вкусно готовят. Ваше мнение? Подскажите. У многих больше опыта, больше знаний. Многие работали в этой системе или больше интересовались. Но вот я как просто водитель, мне вот эта ситуация не нравится. Постоянно сигналят, когда я стою здесь на красной. Когда выезжаю отсюда, поворачиваю, красный вижу, остановился. Мне здесь с этой стороны одна машина может сигналить, две, типа. И еще, знаешь, что я начинаю делать? Начинают меня еще обгонять, так, снаружи. А это еще возникает более опасность, задавить пешехода. Потому что я стою, вдруг пешеход идет отсюда, за моей машиной. Он же его не видит. Он там психует, выезжает, еще его задавит. Или бог с ним? То есть, как Боженька сказал, типа, что было быть, того не миновать.